Ну вот, продолжаем. Сегодняшний день, 22 января. Брат Васильев помылся сейчас, вышел из ванной и немножко ополоснул его после себя. Приходился в чистую свою одежду. Брат тут уже ему приготовил небольшой обед. Картошечка у него, с собой было огурчики, супчик тут с сухарями. Марина Кузьмична, Марина Сергеевна. Вот, Марина его. Капустки ему дал. Пойдем, брат. Пойдем. Да ты грязь не любишь, сейчас смою грязь. Зачем то-то? Что это значит? Ну, которая тут жарахает. Пояс нашел? Иди ищи пояс. Ремень можно, да. Ремень сполоснуть? А? Ну, он грязный. Потом простираешь. Пояс твой? Да. Одевай, да. Я обычно пояс вообще не снимаю. Одевай пояс. За грязный, я тебе говорю. А где чистый-то? Есть? Да в мешках все. Одевай грязный, потом постирай. Одевай грязный. А вода чистый у тебя? Вот, отойдет. Да где один чистый? Ну, тут-то доодень, да и все. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Рядовод Шерепанов Приём пищи готов Прибыл к месту Так, это самое Тебе надо это Так, носки-то у тебя есть? Одевай тапки Не, носки он там брал с собой Тапки одевай, потому что Простужены Ну и чё? Ну и чё тебе надо ноги Лежать в тепле Носки? Где у тебя носки? Там в мешке Ну ладно, Сергей Нет, ты после ванны и сейчас это Остынешь В этом в белом мешке Ну А вроде в сумку ты клал Не помню В сумку он клал Какую сумку? А вот ещё у него какая-то сумка была Чёрная Вот они носки В пакете В пакете Иди вот А на, одевай Хорошие носки Там где-то шестяные были Шестяные надень Шестяные надень На, объём шестяные надень На, объём шестяные надень Все, ну они шестяные стежатки Но дома-то тепло Да ничего Ну одевай Тапки большие Садись на кровать Так можно Твоя ложа сейчас будет На полу не спать Это грязные вещи не надевать Все, ты помылся теперь Не как в тот раз Ты понял? Вот Вот Садись Садись Ты сейчас чистый Садись Все, одевай Носок Носок одевай Носок одевай Носок одевай Комната постоянно будет Носок одевай Посмотрим на твоё поведение А то он шплет купил У урагана на постель, да? Да, вообще-то у урагана Койка Ну давайте Разберемся Кто кого укусит Да Вадан, ты смотри за ним Кто кого укусит Вар-Вар-Вар Ему не нравится Всем, да, Вася Молодец Мне нравится, как Вася Медленно все делает Да-ка я первый раз Ты не перее Я первый раз Я первый раз Пуговки-то Да зачем они тебе нужны, тебе пуговки-то? Не надо, Вася. Выспай. Не надо. Все, пуговки там есть. Все, пошли, уже стынь. Ну и все. Че ты? Скучаешь что-то? Вася, стынет. Ты порядок любишь, без порядок. Я люблю порядок, когда я сказал, ты сделал это порядок. Когда я говорю, ты делаешь поперек, это беспорядок. Молиться за стол умеешь? Ну, Владимир... Молиться за стол умеешь? Вот смотри, вот икона Христа. Вот. Давай, молись за стол. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, насветится имя Твое. Да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. С Богом, с Иисусом Христом. Аминь. Ты с утра уже не ел? Не собрался только. Не успели. Вот прослана тебе кусочек. Ну я уже поел, начал есть. Уже ел, да? Ну ты все равно кого-то там две ложки съел. Ну почему? Ну тащак. Кукурузу съел. А, уже успел, заглотил. Ну ладно. На, святой воды выпить, да. Крещенского тебе, да? Нет, это еще с того как то было. Перекрестись и все. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Бои имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Все, садись вот сюда, в уголок. Володя, ты вон туда садись, в тот уголок. Все, да? Сейчас пытать будем его. Все, лазаешь туда? Нормально? Угу. Даже подушечка, ух ты. Са и Сына с этого выхрани. Мои имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Вот ложка, Вась, бери. Вот картошка. А вилки нет? Вилки? А что тебе вилки это делать? Ну рукой возьмешь. Вилку тебе еще, может тебе ножик еще дать. Нормально? Нормалек. Нормалек? Ножик не нужен? Угу. Так. Это все тебе, Вася. Я уже утром поел. Ешь, ешь, ешь. Он тоже поел, ешь. Я же завтракал. Мы знаем, что ты добрый. Я тоже приезжал к нему. Он мне кукурузу угостил, вареный. Ничего тогда? Сладенько пойди. Холодно дома. Да ничего. Не холодно. Дома холодно там у тебя, Беренесева-то? 16 морозов на полу. У меня потеплее. Наверху южный полюс. В термосе. В термосе. Не, ну хоть дрова-то если не лицо, все равно же в них горят. Володя же говорил, растопили же вы. А дрова половина хаты натаскал до самого потолка, до счетчика. А почему не затоплял? Так я натоплю у меня через сутки. Ну а как ты хотел топить? Ну как в бане натоплю. Кирпичи раскалят. Володя, два раза приезжал, два раза у тебя 16, как в бане. В бане плюс 40, у тебя минус 16, какой там в бане-то. Ну я говорю, через день топил. Даже если через день топить, то все равно там будет поддернуть. Минус 16 в самом низу, там у меня дырка в углу. Он туда стоит этот. Ну если он дома в тулупе ходит. Ну да, в тулупе. Если топить, печка русская, там даже если и щели такие, все равно заткнуты щели, там тряпки есть. Какая печка, кирпичи нагреются сильно? Но у него печка-то летняя. У него летняя. Там одна вьюшка всего. А то у него не русская никакая, а просто летняя. То есть она просто придумана для того, чтобы что-то сварить там на ней. Больше ничего. Духовка наверху под потолком. Серьезная, что же печка. Духовка под потолком наверху. Там сделала так, стопки заходят, дым обходит. Там духовка у него есть. Духовка немножко обогревает. Там колодцы есть, говорит. А ты когда туда въехал-то? Да. В конце лета. Осенью. Семнадцатого года? Или шестнадцатого? Семнадцатого. Семнадцатого. Еще не зимовал. Это первая зима твоя, да? Он хотел у сестры сродной, да, как я понял? Ну, по целым ночам телевизор смотрит, а мне, говорит, спокойно нужен. Ну, то есть, что-то ей не понравилось. Ты по ночам телевизор смотришь? Она. Она? Ну. А, а тебе спокойствие нужно, да? Ну, тут у нее постель, а здесь телевизор, около окна. Всю ночь идет телевизор. Ну, как ты так, Вась, довел-то, что ты, это, простыл-то? Три раза в храме не был. Такая простуда у меня уже. Хроническая лень. Хроническая лень, почему ты не топишь? Почему хроническая это? Лень. Простуда. Лень, Вась. Ну, как, ну, через день топить, если холодно. Ну, топи, дрова есть, топи. Да я в Якутии простыл. Ну, а еще одна причина в том, что он ходил пешком по морозу езжал. В Якутии простыл. Надышался морозом, вот у него и осложнение пошло все. Да ну, почему в доме-то? Город Нерянгре, слышал такой. В доме-то почему? Там невозможно тепло поддерживать-то, а, Володь? Или возможно? Возможно. Возможно. Каждый день топить, да, по-моему, надо будет. Ну, а давай, каждый день топить было тебе, так бы тогда ты бы не простыл бы. Да когда я простыл-то? Я говорю, хроническое. В Якутии простыл. Тем более, Вася, хроническое, надо себя в тепле. А зачем ты себе? В Якутии простыл. Ты же не самоубийца, если ты знаешь, что у тебя такие хронические заболевания, туберкулезом переболел. Тем более надо вставать и топить. Или в тепле жить, вот как у меня. А так загнешься там и все. Сегодня сколько минут ты открывал дверь, дверь замерзла? Ну, 10 минут, да. 10 минут. Ну, ладно. Ладно, что дверь окочурилась. А если бы ты окочурился бы? Ну, и начинаешь, говорит ему, где-то, что если, говорит, приехали, было бы, если бы, уже не живой был бы, где-то, завернули бы его в багажнике и в потерях, потом бы, похоронили, бесплатные похороны, устроили бы этому. Сейчас попробуй землю, то подолбей, в минус 35, минус 40, надо там потерять, а все минус 40. Ты это, давай, не помирай, только пока это не оттает. Договорились? Ну. Ты помрешь, я особо не играю туда. Да пора уж помирать-то, в 71-й год пошел. Не страшно помирать-то? Ну, он эту, среднюю крепость пережил, еще впереди большая крепость, 80 лет. А-а-а. Я думаю, что за крепость? Ну, я думал, башня. Да, если Бог отпустит, то ничего. Ну да, в руках больше все. Хороший чай. Чай поставить. Припеваем, чаем, может. Вот варенье. Стук в один. Да, пошли чеснока. Тебе в чаю варенье положить? Да. Да, потом сам разберусь. Молодец. Потом, потом не будет, вот я еще пять минут и все, и убираю все. Картошку оставлять? Нет, все заедай. Теперь только в среду. Сегодня понедельник, через день? Да. Ты же топил через день, и есть будешь через день. Печку через день, а эту печку три раза в день. Несправедливо. Ты дома-то сколько раз в день ел? Раз. Раз. Печку пол раза. Свою чашу. Самое главное, внутренний котел. Оттуда-то еще. Можешь обогрев видеть. Так, Владимир, он про это, про текцию рассказывал. Самое главное, внутренний котел. Без шапки под 50 градусов. Она-то у Лескова есть, на Крове Севера называется. Без шапки под 50 градусов. Ты, Вась, в этом, до Рождества-то не постился неделю-то, когда тебе сказали-то? Ел мясо? В то времена-то ел времена-то. Постился. Ну, это значит не постился. А почему ты так считаешь, что тебе не нужно поститься? То, что ты много-много лет назад переболел, так я тоже в детстве жил тут и переболел. Так что теперь? У меня и онкология была, и что только нет. Придется перестраивать. Придется? А куда деваться-то? Да, в церкви только так. Церковь установила, и все. Апостол Павел говорит, у нас нет такого обычая, чтобы так же по-своему поступали. Церковь установила, и все. Да. А так получится, как это в басне Крылова, да? Там рак. Лебед рак еще. В разных сторонах. Фухари вот замочил тоже. Ты вот это все съешься, зараза? Смел. 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 Я вообще не сомневался даже. У тебя три минуты осталось. Время было. Зубов-то нет. А я вставил. Шесть с половиной за мост отдал за четыре зуба. Шесть с половиной за четыре? Ну, мост еще, мост. А за челюсть, наверное, тысяч... Да? За челюсть тысяч под пятьдесят, наверное. Ну, вот у меня сколько, пять лет назад мама импланты вставляла. Не мост, а вообще зубов у нее не было. К деснам имплантируется. Семьдесят тысяч отдавал. Ну, я и говорю. А у тебя сколько-то есть зубов вообще? Ооо. Вверху нету, да? Ну, внизу, внизу. Как у телятка. Ну, какого животного нижние зубы растут, а верхних нету. Знаешь? У меня. Нету телят, Вася. Телят. Я заложил сначала как-то. Если зубы, то и нижние, и верхние. А у него верхних нету. Он десной. Ну, шоркались у него. А они родились так. А у тебя вот как теленок, да? А у тебя и коренных нету сверху, да? Ну-ка открой все. Ну, шоркались. Ооо, шоркались. А нижние. Ну-ка, открой. Не нижние, посмотри. Нижние есть, верхних нету. Ну, понятно. Семьдесят трек уже. Семьдесят первый год. Ну, нижние же вы. Нижние могли бы вот так делать. Вот царан дошоркались. Даже на пенсию не ушел. Давай, давай. Жуй, жуй, глотай. Разговаривай и ешь. Время ограничено. Чеснок далек. Чеснок. Вот, Вася, ссылка с чесноком. Вон лежат. Василий, посмотри на Сергея. Вот, если меня не будет, то здесь вот сухари, а вот чеснок. Понял? Ага. Да, если поможет. Как мертвому примочек. Эту столовку Игнать Тихонь собирал. С ребятишками вязали вязанки. Её можно разом на три, на четыре. Вот у меня на всешке дробов это жили. Они пили каждый день и поменьше стали кашлять. Как один сказал, это где-то... Самая сладкая. Нет, он назвал нахальная сладость, говорит. А Николай Крутина новую машину купил, да? Ну да, давненько. У него уже давно она. Давненько. У него уже старая была, как помню. У него уже старая была, как помню. У него была старая, да. Там москвич что-ли много. Добавь. Вот чуть-чуть. Далее он туда не поехал по этой коротке. Да его задача была привезти сюда, к Сергею. Но он пытался развернуться, что-то не получилось. Нет, нет, нет. Он просто перекрёсток тот. Пришёл там не проезжать, а в другой перекрёсток переехать. Он почему и в сугроб-то заехал? Да он хотел развернуться. Не получилось. Не знаю. Сейчас что-ли? Да нет, там перенесёл ещё. Ну, дорада короче идёт. Дорога идёт. По Сибирской долине. Капустку вон ту бери, к вашему ешь. А тебе кто капусту подготовил? А это роботы привозили, когда у меня на каникулы жили место с вами. Сергей, я тебе эту зарплату вперёд. Ну, пенсию получить надо. А там сброситесь, скажите мне. А сколько пенсия там? Восемь, триста. Ну, разгуляем сейчас. Восемь, триста, там можно. Дальше. Ах. Ах. Пареньки будешь сходить? Ну давай. Чтоб не ослабнуть пути до дому. Погрызу. Классно. Классно. У нас там рыба. У нас там рыба, да? Да. Ты что, сегодня не готовил себе? А? Ты не готовил себе? Нет, ты у мамы с твой. Ааа, ты у мамы. У меня маленький человек. Ха-ха. Тебе хорошо, да. Хорошего поел. Тебе очень стараются. Ум, да. Ааа. Сейчас Вася мне будет кормить. Тебе спросить, что умеют готовить. А как ты готовить ее? Ты готовить умеешь, Вася? Ну. Сколько тебе лет? Семьдесят первым. Семьдесят первым. Хочешь, научу тебя готовить? Сергей умеет овощи готовить. Пальчики оближишь. А что червовогодничать, да, Вася? Да я одну кашу. Больше ничего. Картошку. В неделю. А больше уже не сможешь. Не каждому дано. А тебе нравится больше есть вообще? Ну, есть нравится. В магазин не охота ходить. Далек. То есть, эстрадно. Хочет есть. Вот это же надо до холодильника идти, открывать. Хорошо, поголодую. Ну, а если я схожу в магазин, в себе продукты накуплю, научиться готовить бы хотел бы, у меня времени мало, мне работать надо. Так надо бы. Надо бы, да? Хотел бы научиться готовить. Пойдешь ко мне в ученики? Как у нас все полюбовно. Собак дельсировать? Хочешь нам что-то? Нет. Да? Ну, это не каждому дано. Да, это точно. Опасно я делал, да и тяги нету. А кулинария есть тяга, да? Ну, я тот раз собаку брал, старожил. Ну, я помню, не уберег. По работе. Купили ему собачку, ее в кабеле, она изнахратили. По работе. Повязали. Течка началась, она, наверное, не спрятала ничего. Она, девчонка, совсем-то 8 месяцев. Что, насмерть что-то? Изнасиловали. Ну, кабели. Кабели изорвали все. А, разорвали ее? Ну, кровь ее изошла. Перед тем, как изорвать ее, на брюхате решили. Это черненькую, которую мы с тобой ездили, покупали. А что за аппарат это было? Ну, молчалка. Немецкая. А он где жил еще? В тот момент. Ну, там... В колбасном цехе. Ну, тебе где больше нравится жить? В колбасном цехе или... Для мячула? Да лучше на воле. У меня там вообще свету не было. Ну, без окон. Комнатушка. В колбасном цехе без окон? Ну... А ты не топил-то из-за экономии или из-за чего? Да, я говорю, кирпичи раскалятся. Ну? Ну, и тепло долго держится. Ну, как долго-то, если на следующий день опять холодно? Да. Да, кирпичи были еще горячие. Кирпичи горячие под носом. Сопы бегут. Не слюми, ну, 16. Ну, на полу. Под потолком, как в ванне. У тебя там нары, наверное? Нет. На верхней полке живут. Нет. На полке. Между южным и северным полком. У него усадьба-то двухэтажная. Ну, ты живешь на первом этаже? Да. Ну, а второй этаж-то почему? Ой. А что не утеплил-то осенью-то? Не на что было? Да, конечно. Видать, он мало заплатил им. По-скорому все. Мало-мало так сделали. Брат, они мало бригаду для утепления-то дачи. Утеплитель сделали сверху сайдинга. Мы, видимо, утеплили плохо. Раз там дыры был. Какой брат нанимал? Ну, у него же брат родной. Ну, родной брат. Там тоже рядом живет. На цветах вот такой. Такой же чудак. Не знаю. Он-то топит каждый день дом, брат-то. У него газ. Трехкомнатная. У него семья, да? Двое. Чего двое? Дети все разбежались. А двое кого? Ну, уже надо, вон. Дети не родные. Трое. Все разбежались. Чего ж ты не утеплил-то? Ну, я говорю, мало заплатил, наверное. Мне так мало-мало. Ну, там, да, там, считай, датчик его на летний. Там надо толстую, вообще, слой, сантиметров 20, даже больше надо делать. Ты думал, хватит, да? Ну, по осени-то не чувствуешь, это понятно, пока я зима не наставил. Да конка мало думал, я говорю, наверное, мало заплатил. Они по-быстрому все сделали. И сколько ты за утепление заплатил? Да кон расплачивался. А почему он на тебя должен расплачиваться? Да они попросили и так. Они попросили тебя. Ну, он брал, брал. Ну. Он с тебя деньги-то не брал? Да почему? Деньги попросил. Он у тебя взял, да? Сколько он попросил денег-то у тебя? За утепление. Ну, дом 150. Аппарат тебе этот дом дал? Да, дом. Но. Дом 150. За утепление больше вышло. Ну, тоже 1050, наверное, там. Может, там ничего не было. Ну, что там за 150 может дом какой будет? Ну, там участок хороший, так-то. Манер, наверное. Ну, я летний, конечно, с дощечек. 150 это надо за весь участок же, не только за садом-то. А сколько садок у тебя давай? 7 с лишним. На две теплицы парник. 7-23. Виноград стоит. Ну, виноград под борозом стоит. Не утеплён, он мне очень просто так был, наверное. Ну, там можно, там баня есть, две сарайки есть. Ну, баня летний тоже. Зимой там невозможно. Под потолок прогнил. А вот. От остановки далёко? Далеко? Ну, полчаса ходьбы. Ну, да. Даже быстрым шагом. Полчаса тогда она уходит. У тебя в планах до тепла у меня пожить. Ну, я надеюсь, что ты сказал. Не знаю, как ты, согласен еще. Партия сказала, надо комсомол. Зачем он там в комнате у тебя будет, чего-нибудь решаться-то не будет. Зрение у него вообще нормально, он говорит, что, пускай, читается. Пускай, читается, и пускай. Там до холодина и не начитаешь. Ты читать умеешь? Ну. Сколько классов закончил? Шесть классов и седьмой коридор. А коридор что значит? Заметно. До коридора доходил, а до класса нет. В коридоре слушал. А что значит седьмой коридор? Седьмой не пошел класс учиться? А шесть классов как закончил-то? Попросили уже, да не попросили, это. За плохое поведение, наверное, численный тебе, вася. Грубил, наверное, фитилям. Наметил, говорит, там это, училище механизации, тракторист. Но я туда и пошел. Ага, ты шестого класса на работу пошел, да? Седьмого. Седьмого. Колхозы, наверное, насильно загоняли тогда, в те времена, да? Ну, рабочих надо было. Или тебе это, учиться не хотелось? Послали учиться. Послали, а кто тебя? Родители послали? Почему? Сохоз. А ты, когда в школе учился, с родителями жил? Или с верталами? Ну, конечно, с родителями. А они как жили, люди? Бедно, богато? Ну, отец алкаш, я вам рассказывал. Отец алкаш, да? Ну. Мать, говорит, занял. Матери руку ломал. Понятно. И ты с седьмого класса семью содержал, наверное, на работу у нас отец алкаш был, да? Деньги зарабатывал. Да, какого содержал? Раньше бесплатно, за государство, ну, счет. Ну, там одевали, кормили бесплатно. Зарплату не давали, да? Здесь детские. Ну, как я вам тоже в Сохозе работал там все на Урале. Ну, достаточно. Выдавали там продуктами просто. Молочкой там вот это. Яйца, мясо. То есть вся твоя зарплата. Расплата тоже, да? Равоводитель. Ну, жил только на квартире. Так он где сколько еще странствовал? По всему миру где-то ездил, да? Или по России? Ну. Дух туризма посетил тебя, да? Так все было дешево. Можно было и зайцем ехать. А где ты в каких странах побывал? На границе был? В Таджикистане. Еще где? В Вякутии. Еще где? А так где, наверное, еще когда СССР было, да? Ну, я и говорю, все дешево было. Ну, где СССР распространялось там. Ну, ладно, что-то закончил нам. Давай. Ну, мы говорим, как идет. Сколько, сколько вы там? Верно до Тигрова. Тридцать минут. Тридцать минут. Тридцать минут, Вася, ешь, очень долго. Зубов-то нет. Ну, все равно. Там же ты у нас на трапезу-то 20 минут готова. Тридцать минут, там не 37 минут, там быстрее, там много. Это сегодня тебе первый день послабления, потом я возьму за твое воспитание, за питание, не за питание, а за воспитание. А это ты не успел, все, закиснись, птичкам дадим.